Добрый день! Сегодня в программе «Мужская культура» гость Александр Ясаулов. Сегодня он пришел по такому вопросу. Вот я, например, считаю, что современному молодому человеку читать нечего. Ты согласен с этим или нет? Да, спасибо. До свидания. Нет, если серьезно, то примерно так. Когда нам было по 15 лет, мы знали, у нас был список литературы в девятом классе, мы его читали. Это все, что ты прочел до 30-х? Нет, подожди, я про этих самых говорю, про молодежь. Все, они это в 15 лет прочитали, преступления, наказания, война и мир и бла-бла-бла. И мое глубокое убеждение, особенно оно у меня сформировалось после филфака, о том, что в русской литературе героической литературы не существует. Потому что оно очень героическое. Нет героя. Ну, в современной. Почему? Русская литература, классическая. Классическая. Да, ну это полная ерунда вообще. Нет, мы сейчас не говорим о классике. Классика в России действительно специфическая. Но я хочу сказать, что классика в любой стране специфическая. Если взять американскую классику, американская история, американская трагедия, точнее, если взять гроздья гнева, это вот классика 19-20 веков, да? Нет, была зарубежная литература. Почему? Да как угодно. Начиная с Эдды и заканчивая вот этой всякой 16, 17, 18. Там были герои. Какие? Движуха, рыцарские романы, еще что-то. О, нет, давай не путать литературу и билетристику. В России тоже миллион. В России миллион было романов о, условно говоря, поручке Ржевском. Просто она не дошла до наших дней, потому что она неинтересна. Рыцарские романы билетристики нельзя назвать? Некоторые. Например. Некоторые остались же в классике. Например, а и Венга? Ну, типа того. Так это не билетристика? Монте-Кристо? Нет, Монте-Кристо это совсем... Три мушкетера? Нет, вообще Дюма и классика это никто не называет. Ну, знаешь, сейчас бы тебя могли на улице ножом пырнуть в Питере. Если бы ты сказал, что Дюма не классика, здесь буква ездит. Да, вы не грехни, Дюма не классика, и потом будем это самое, как это, баррикадировать дверь. Хорошо, а почему тогда в зарубежной литературе сохранилась эта билетристика, а в русской нет? Почему? У нас миллион билетристических произведений, где герой прям герой. Миллион. Какой? Ну, куча фэнтези и фантастики. Минтроли-2033. Подожди, это же не классическая литература. Мы какой период берем? Значит, во-первых, давай определимся с терминологом. Что это классическая литература? 19 век, золотой век русской литературы. Какое произведение ты считаешь золотым в этом веке? Мы сейчас говорим же о субъективной оценке. Не-не-не. Не, почему? Вот ты говоришь, что на филфаке есть русская литература. Что ты присталкал меня с филфаком? Я давлю тебя, я с дилектом. Пока так себе. Не проходит пока. Кто Достоевский, Толстой, Тургенев. Так, окей. Классики. Классики. Признанные. Нет героя. Нет героя. Нет. Давай так, нет не героя, а нет мужчины-героя. Такого прям, который рубит насквозь. Да нет, который просто... Герой. Ну, который вызывает ощущения. Нормальный, да. Который не убил старуху. И не мучился при этом. Или который просто убил и радовался, убил, обокрабил. Или хотя бы который женился и сделал детей, а не женился, развелся, замучился. Ну, понятно, о чем ты говоришь. Но, во-первых, любая вот такого уровня, называемая, супер-литература, которая в веках застывает, в ней должна быть трагедия. Да, то есть, если мы берем Айвенго, почему он остался, мое мнение, почему он остался в истории? Потому что это один из первых рыцарских романов такого уровня, да? Айвенго-герой? Герой. Первозданный красоты? Первозданный. Кто современный Айвенго? Бэтмен. Так нет, хорошо, все правильно, должна быть трагедия. Отлично. Его могут убить, он может умереть. Нет, трагедия глубокая. Но героя-то нету. Трагедия глубокая. Все правильно, жизни нету в этом человеке. Нет, трагедия глубокая в том плане, что супер-герой всегда меньше интересен. Вот супер-герой в данной ситуации, это вот рыцарь чистой красоты, да? Вот рыцарь чистой, не ангел, а именно рыцарь чистой красоты. Эти плохие, эти хорошие. Но жизнь-то не такая, все это знают. Жизнь не делится на плохих и хороших. Ты не можешь выйти на улицу и сказать, ты монозота, ты классный. Не можешь этого запарить ножом, стилетом. На радость даме, которая сбухлоеда с второго этажа, машет мне веером. Так не бывает. Поэтому литература, которая существует в веках, говорит о том, что, ребята, мы как бы все говно. И жизнь наша тлен и говно. Поэтому вот мой герой, который возьмем, не знаю, какого-нибудь наиболее неприятного, Обломова, да? Ну, Обломов как раз из всей этой банды мне наиболее симпатичен. Ну, хорошо, а кого? Давай, Ватим, кого возьмем? Ну, Раскольникова. Раскольникова возьмем. А чего в нем Раскольникова такого? Вот по факту. Ничего. Чувак гулял по городу, от бедности, вольнул старушку. Вот выражайся нашим языком, вольнул старушку. Ну, он не от бедности вольнул, а от безделья вольнул. От безделья и каких-то многократных загонов, да? Мало таких, что ли? Я гоняю целыми днями. Вот целыми днями гоняю. Я могу в любой момент убить старушку. Ну, ты герой или ты не герой? Я не герой. И он не герой. И он не герой. И мне это героическое литературу. И мне прекрасно в том, что он не герой, потому что я вижу в нем себя. Хорошо. То есть это твоему сыну 15-летнего нормально? Я считаю, почему? Моему сыну, во-первых, мне 15 лет, ну, или какому-то, которому я не знаю, а ты знаешь. Хорошо, 14, 13. 12 моему лет. Пока рано. Так он пока и не читает. В 15 вполне себе нормально. Вполне себе нормально. Ну, вот я считаю, что ненормально читать 15 лет. Окей, давайте возьми. Вот нормально читать «Капитан, сорви голова» в 15 лет. «Капитана Блада» еще неплохо читать, я так понимаю, в 15 лет. Ну, все такое. Героическое. Так и отлично. Пусть читает. Два «Капитана» еще неплохо читать, это как Аверина в 15 лет. «Остросокровищ» неплохо читать. Я начал говорить о том, что русская, российская литература героическая началась послевоенная. «Мартина Идена» неплохо читать, я так понимаю. Нет, подожди, сейчас, секунду. Я понял, понял. Ты раздеваешь меня, как вот «Защитники Брестской крепости» в списках не значился. Вот это уже какой-то герой, там появляется герой, который сражается, побеждает, погибает. Масса литературы после была создана, или легенд была создана после татаро-монгольского Иго. Пожалуйста, и «Впотекаловрат» читайте. Читайте трилогию Яна, вообще-то. Нет, ну вообще непонятно, когда оно было создано. Было, например, создано произведение, которое называется «Слово о полку Игорева». До сих пор спорят, в каком веке оно было создано. Нет, Ром, я считаю, что вот здесь ты не прав. Есть что читать подросткам? Я считаю, что подросткам сейчас миллион что читать, потому что они не читают. Так они не читают? Вот я, например, не знаю, что подростку порекомендовать сейчас почитать. Не знаю, все что угодно Стругацких, все что угодно Глуховского. Все это можно рекомендовать подросткам. Да, там это книжка, с 13 лет можно уже читать. «Метрофи-2043» можно уже в 13-14 лет читать. Стругацких читать в 13 лет? Ну, в 13, я читал в 13. Я увлекся Стругацкими в 13 лет. А сейчас перечитываю? Я перечитываю Стругацких постоянно. Пожалуйста, возьмите, пусть берут, в конце концов, Фандорина. Он еще и привязан к истории Российской Федерации. Истории государства Российского, точнее. Российской империи, наверное. Российской империи, да. Нет, ну это классика пока рано, я думаю, называть. А очень трудно в данной ситуации. А зачем говорить о вещах, о классике? Мир меняется. Ну, мы сейчас говорим, вот, допустим, смотри, когда у всех была школьная программа, которую либо читали, либо не читали, был факультатив, и все были записаны в библиотеку и ходили туда. Ну, и брали то, что там им нравится, или что-то им старший товарищ рассказал. Того же Айвенга, его уже нет в школьной программе. У моей не было школьной программы. Я не помню школьную программу, что там было. Вот, а я тебе именно говорю про то, что вот человек приходит в школу, у него список вот такой. И там... И пусть читает. Для жизни-то нету... Нормально там все и читает. Пусть читает. Да, я бы что-то убрал. Ну, объективно, я бы что-то убрал. Стругацких ты бы добавил в школьную? Я бы обязательно добавил в Стругацких в школьную программу. Старших классов точно. Я бы добавил в Стругацких, я бы добавил очень много современной литературы. Ну, реально. Просто у нас это не... То есть я вот не понимаю, зачем люди читают Обломова. Ну, вот объективно, это великое произведение, наверное. Я его не понял. Там помимо Обломова еще есть обрыв и обыкновенная история. И они такие же огромные, как Обломов. И везде трагедия. Ну, еще яма там есть, Куприна, по-моему. Ну, Куприна, кстати говоря, у него хоть что-то ближе к жизни, что ли? Да. История про бордель, где следователь в деревне насиловал молодую проститутку. Очень неплохо для школьной программы. Жизненно же. Очень жизненно, да. Это как раз так, никто, который не посоветует своему 12-летнему ребенку. Яма, я не знаю. Есть она? Я не знаю, яма есть. Я бы недавно был на спектакле. Даже для моего возраста это был перебот. Когда я понял в конце, кто кого там значит, то самое, я понял, что я... Ну, как Игра Престолов это выглядело. Так напоминал Игру Престолов. Хорошо, но все равно героя нет. Героя нет. Нет. Ну, ты просто говоришь о геройках как о супергерой, как о неком Железном Человеке. Нет, я говорю о геройках как о... Мужестве, симбиозе, мужество, героичности, красоты. Пример для подражания. Ну, в жизни таких же нет. Так, а в жизни их, может, они и не должны быть. Почему? Ну, как? Вот у тебя был какой-нибудь кумир, плакат висел на стене у тебя? Ван Дамма там или... Нет, у меня, по-моему, Андерсон долго висела. Ван Дамма висела. Ван Дамма висела с другой целью. Как герой и непорочник красоты. Ну, порочник в данной ситуации, да. Так, не помню. Я часто переезжал. Дело не в этом. Допустим, какие-то фильмы же, мы про Вайну про Чапаева смотрели. Или про кого мы смотрели эти... Молодые-то эти... Любые. Неуловимые мстители. Неуловимые мстители, что я недавно пересматривал. Шикарное кино. Ну, это же герои. Так, а это по книге, по-моему. Не, ну, хорошо. Герои, вот такие люди. Мы их можем назвать героями? Да, нет. Мы хотели, чтобы у нас были такие друзья, такие приключения. А, ты говоришь о том, что таких героев нет в классической литературе. Поэтому подростку в школе читать нечего. И поэтому вся проблема. Не читают. Ты думаешь, поэтому? А в чем? Я думаю, потому что впадываем. Потому что слишком много источников информации быстрее. Я могу слишком быстро получить любую другую информацию, быстро и менее напряжно. Читать ведь напряжно. Надо найти книжку. Ну, вот меня напрягает кино смотреть. Я не смотрю ролики на YouTube. А я вот, например, я вот не могу смотреть ролики на YouTube. А вот ролик с закидыванием бутылки на стол набрал сейчас там что-то 30 миллионов просмотров. Вот какая книга современная набрала 30... Библии. Помимо Библии набрала 30 миллионов скачиваний. А, помимо Библии Коран. Помимо Корана... Да, вот, ну, хорошо. Тора, да. Вот вы исключите эти три и еще исключите вот эту сумасшедшую совершенно Атлант расправил плечи. Какой-нибудь этот... Которую я тоже не смог прочитать. Не смог. Точнее, прочитать смог, а оценить не смог. То есть вот это книга, которую я никогда не рекомендую. Атлант расправил плечи. Я до сих пор не понимаю, о чем она. Мне когда Гризни читал, сказали, обязательно перечитай, ты все поймешь. Я перечитал. Подожди еще годик. Прошло еще немного. Да, прошло еще. Жду пока еще пару лет пройдет. Может быть, я врублюсь наконец-то. Почему? Ори Эрден. Это, значит, упорная металлоконструкция, которая женщина вот эта вот. Почему они такие... Там есть герой? В Атлант расправил плечи. Не знаю, я не читал. Ну, я тебе не советую. Вот так что ты обсуждаешь тогда? Да, потому что вот я советую тем, кто любит депричастные обороты, читать эту книгу. Слушай, ну, проблема же может быть в переводчике, нет? Не, я один раз ее взял на английском. Передом, что в английском языке они игнорируют знаки препинания, я вообще не понимаю, как американцы допирают до того, что о чем предложение. Потому что там есть предложения, в которых расправив свою светлую блузку, накинутую на ее белоснежные плечи, сквозь стальной туман, в котором они шли, поигрывая чем-то там. И это только вступление к предложению. То есть там и ты... Еще не началось ничего. Да, и ты к концу понимаешь, и она сказала да, и ты думаешь, а на что какой был вопрос, думаешь, где-то там же был вопрос, видимо, в предложении. Мы так и ценим в американской литературе Хемингуэя, в которой все понятно. Вот. Прекрасного Хемингуэя. Хотя вот, я тебе могу сказать, я недавно прочитал, перечитал. По какому звонит колокол? Ой, прошу прощения, господи. Прочай оружие. А, и по какому звонит колокол? Прочай оружие, это про парня лейтенанта, который сбежал. А по какому звонит колокол, это они про Роберта Инглесса, который мозг срывают. Да, по-моему? Да. И я тебе могу сказать, вот я прочитал и не понял опять. Я понимаю, я интуитивно, за счет огромного опыта прочитанных произведений, понимаю, что это очень здорово. А объяснить себе, почему это здорово, я не могу. Так, может быть, я когда учился, опять же, возвращаясь, там, где я учился. Вы все здесь слышите, да? Откройте дверь, там, буквально не слышат, что он учился на филфаге. У меня был вопрос такой. Вот Раскольников. Пришел к старушке, убил старушку. Так. Раз. Убил сестру. Два. Сестра была беременная. Так. Убил нерожденного ребенка. Три. Так. При этом, содрал крестик. Так. А этот крестик, он его забрал, а это крестик был, который этой убитой сестре дала Соня, с которой он потом там, вступил в какие-то отношения. И он с Соней тоже менялся крестами. Короче, он кого-то, вот эту тетку убил, случайно, он с ней был брат во Христе, потому что он, как бы, фактически с ней крестами менялся. Понял, да? И я спрашиваю, а Достоевский понимал, когда писал об этом? Я думаю, что понимал прекрасно. А знаешь, на что мне преподаватель ответил? Что? А в этом главный секрет Достоевского. То есть я тоже не понимал, понимают они вот эти вот туда-сюда. Да нет, но тут же есть такой момент, вот смотри. Вот я давно перестал отталкиваться от, мне говорят, это великое преждение, я его читал 100 миллионов человек. Честно говоря, извиняюсь за свой французский, да насрать мне. Ну вот реально, насрать. Я читаю по 200 страниц в день, я прочитал, блин, 10 тысяч книг. Ну, это метафорически, да? Я сам могу для себя оценить, хорошее это преждение или нет, потому что это исключительно субъективная оценка. Ну, конечно. И когда мне говорят, это классика, я сразу задаю вопрос, кто это решил? Время. Время? Прошло 200 лет. 200 лет, сейчас люди читают смешные, Евгения Негина смеются. Так они когда писали его, смеялись. Не смеялись, только один промежуток, когда мы в школе учились. Да. Тогда было не до улыбок. Да, понимаешь? До этого все смеялись, сейчас все смеются. Смеялись, да? Читают, не знаю, не хочу сейчас называть там, чтобы... Реклама никому не нужна. Да, реклама никому не нужна из этих произведений, да? Ну, вот опять же, отлант раскрыл плечи, возвращаясь, американская трагедия. Вот финансисты, я отмена, перечитал, Драйзера. Все в восторге. Я говорю людям, читать трудно быть богом, люди пишут, читают, говорят, мы что-то не поняли. Ну, тупицы. Ты, как человек, прочитавший 10 тысяч книг, не можешь... Метафорически. Метафорически, да, не можешь относиться к книге, как... Это хорошая книга, там, или это плохая. Я могу относиться, нравится мне или не нравится. Для тебя это, как вот, знаешь, для каменщика. Какой кирпич. Великолепный. Он же это делал? Полезный. Подошел, не подошел. Хороший, бесполезный, занимательный там. Да, но я могу делать выводы, я могу сравнить. Я могу взять книгу, мне говорят, вот это хорошая фантастика. Я говорю, а что вы читали? Чтобы определить, насколько она хорошая. А вы знаете, это прекрасный детектив Дарьи Донцовой труп в шкафу. А что вы читали? Я читал Донцову и Маринину. Да, в сравнении с Донцовой и Марининой этот кирпич хорош. Да? Что вы читали из фантастики? Ника Перунова, или там, не знаю, Володиса Пельша. Или, Леонида Якубовича. Леонида Якубовича я читал, да, из биографии. Вот мне понравилась больше всего Агутина биография. Больше всего мне как бы вот Шишкин, конечно. Да, понимаешь? И тут, возникает вопрос, я могу сравнить, я могу взять там тысячу книг по фантастике и сравнить, сказать, Азимов, да, он хорош, но мне нравится вот это произведение. Потому что вот эти 10 мне не нравятся, они хуже, чем все остальные, потому что я читал все остальные. Это такая фраза, да, классику может не любить только тот, кто ее читал. Вот я на своих лекциях всегда с нее начинаю, поэтому я говорю, когда люди вам говорят, ну, знаешь, я не очень люблю читать, не очень любит читать тот, кто много читал и что-то ему разонравилось. А все остальное, еще есть вторая договорка, я читаю бизнес-литературу. Да, я, вы знаете, бизнесмен, я читаю бизнес-литературу или литературу личностного роста. Личностного роста. Да, когда я личностно вырасту, максимально достигнула личностного уровня, тогда я перейду на художественную литературу. Ну, так, может быть, не перейдет, потому что уже как газета будет. Вот, есть еще, мне нравится, когда люди пишут книги. Некоторые мои знакомые, известные блогеры, кавычки можно убрать, извиняюсь, просто слово блогеры я без кавычек не могу употреблять, известные блогеры все время хочется вот так вот делать. Вот, пишут книги. Я вот, зная этих людей, не понимаю, как. Я вот знаю, что они не читают книги. Вот у меня стойкое ощущение, что можно написать книгу, если ты читал, ну, хотя бы не миллион книг, но хотя бы 10. Вот, типа, я прочел 10 книг, и на основе этих 10 книг, я написал 11. Но нет. Некоторые из них, я просто читал первую главу недавно одной мою знакомой, известной блогерши, там 5 миллионов подписчиков или 3, ну, сколько там много миллионов, он написал книгу, говорит, посмотришь? Я говорю, ну, конечно, отчего же не посмотреть. Вот, я никогда не думал, что в слове кроссовки можно сделать 4 ошибки. Как говорится, искусство в большом плане. вот, и понимаешь, если спрашивают, прости меня, о чем эта книга, вот я прощула вступление, ни о чем. Эта книга ни о чем. Но, она будет продаваться, мир изменился, продаются те книги, не те книги, которые хороши, так ты считаешь, этот мир изменился? Например, тот же, хорошо, 3 мушкетера, которых фактически было 4, то есть, тоже, я думаю, продано миллион, но мы из этой книги ничего не выносим. Да, конечно. мы выносим из этой книги два вагона прелестей. Я бы хотел, чтобы мой сын вынес в этой книге, что нельзя предавать друзей, что надо всегда отомстить своим врагам, это мы видим, потому как обезглавили бедологу Миледи, да, что зло всегда будет наказано, и зло всегда в этой книге наказано, и что честный, благородный Д'Артаньян может быть... Станет генералом? Нет, даже с генералом понятно, и потом погибли при штурме, не помню чего. Ля Ро Шелля, да. Но, что, герой всегда прав. По факту, что, он же бритер, Д'Артаньян, бритер. Тебе дуэль, тебе дуэль, тебе дуэль. Все правильно, но он герой. Вот, о чем мы речь, увел девчонку, мы ему сочувствуем все равно даже преданно, потому что, ну, увел девчонку, он же красивый, она была дураком. Так, а я тебе говорю, а у нас некому посочувствовать, не с кем пройти. Посочувствуй Руматеисторскому, посочувствуй Алексею Быкову в Страна Багровых Туч. Посочувствуй. Но это не классическая литература, опять же. Да, астрагируйся, это классическая литература. Я не могу не абстрагировать. Ну, тогда читай Гроздья Гнева, Стенбека, там вообще все сдохли. Читай Тропик Рака, там еще все друг друга трахнули. я больше про это читал, что-то у него там какие-то есть эти, фургон, не фургон, где-то он ездил. Читай этого Кенуаха Дорога. Мне говорят, о, это великая книга. Классическая русская литература-то. Я тебе сравниваю. Вот смотри, ты начинаешь лекцию и говоришь людям. Я начинаю лекцию с того, что я говорю людям, то, что я сейчас вам перечислю, это исключительно мое собственное мнение. И вы можете им не руководствоваться. Но приходят люди, которые любят читать или которые не любят читать? Приходят некоторые люди, которые вообще, по-моему, не понимают, что я им говорю, судя по их лицам. А приходят зачем? С девочками знакомятся. Потому что ты блогер? Я не блогер. Какой я блогер? А что ты приходят тогда? Я не знаю. Пожрать может быть. Скажи, пожалуйста, вот быстрое чтение. Мне всегда казалось, что это то же самое, как фильм «Смотреть на перемотке». Это так или нет? Я могу тебе сказать, я недавно даже написал несколько сцен на эту тему, что читая книгу, я могу даже, ну, то есть, я, как тебе сказать. То есть, это не то, как называется по диагонали. Нет, я вот беру книгу, во-первых, ну, я читаю по диагонали, но я помещаю себя в ситуацию, то есть, я смотрю на развитие ситуации в книге, как будто со стороны находясь внутри нее. То есть, я реально могу потом описать эту ситуацию вот на бумаге, как отдельный рассказ. Как будто я был в этой комнате, понимаешь, да? Был вот там на улице, когда они бежали. Описать, в чем они были одеты, с моей точки зрения, может быть, даже, потому что этого не было в тексте, да? То есть, я могу описать это, ну, очень подробно, причем спустя несколько лет даже могу, наверное. То есть, есть книги, которые я читал один раз, ну, вот, не знаю, там, ну, есть книги, которые я читал один раз, и я многое смогу вспомнить и рассказать подробно. Ну, при том, что ты ее прочитал, как бы... Достаточно быстро. Ну, вот я там читаю в среднем там 200 страниц в час. В час? Да. Ну, 150 точно, то есть, там, 150-200 страниц в час я читаю. Плюс-минус. Вот. То есть, я... Ты так читаешь только книги, или все, что тебе в руки попадается? Нет, когда мне попадается в руки какая-то сложносочиненная литература, техническая или профессиональная, то мне требуется больше времени, потому что там могут использоваться слова, которых я не знаю, например, да. Там могут... Ну, и они могут и тянуть за собой какие-то смыслы. Да, я в них... Я просто спотыкаюсь. То есть, вот я читаю, и я спотыкаюсь, когда... Прямо вот я так и называю это, споткнулся. Я и в художественной литературе спотыкаюсь. То есть, я понимаю, что вдруг раз, я не понял, что произошло. Я могу... Я всегда вернусь. А с листа или вот электронный относитель? Электронный относитель. Тоже так же... Я читаю только электронный относитель, я не читаю с листа уже много лет. А как же вот это вот что? В электронном виде это не книга? Да? Я тебе так скажу, что человек, который говорит, вы знаете, я мало читаю, потому что у меня нет времени и книжка тяжелая, а я читаю только, чтобы чувствовать запах книги. Пошел ты в жопу, хочется сказать. Ленивое говно. Пошел ты в жопу? И вот к такому человеку ходят люди на лекции. Не, ну объективно. Ну, если ты хочешь отговорку, ну, придумай другую. Скажи, у меня пальцы трясутся, когда я держу айфон, меня бьет током. Ты врешь. Что, ты читал? Ну, потому что невозможно прочитать только две эти книги. Почему? Ну, «Мастер Маргарита». Я тебе могу сказать, что сейчас пошел тренд, что девушка, сидя в ресторане и поигрывая крестиком и декольте, модно стала говорить, я, вы знаете, читаю, но только классическую литературу. Что вы читали? «Войны и мир» и «Мастер Маргарита». Ну, ты веришь, что она прочитала «Войны и мир»? Почему бы и нет? Может быть, это как, вот знаешь, это как лобутены. Мне надо купить лобутены, покрасить ногти, и дочитать, сука, «Мастер Маргарита». А какой из шести вариантов? Законченный или незаконченный? Вот она... Чего? «Мастер Маргарита»? Ну, да, уже незаконченный. Не, ну она что, в буква «Эдди» продали, то и читает. Ты же понимаешь. Комикс. Сейчас комиксы. Как ты к комиксам отдашься? Я охренительно хорошо отношусь к комиксам. Вот детям... Советую... Ну, то есть, конечно, комиксы, где Дэдпул насилует козу, я не посоветую детям. А и такие есть? Наверное, есть, потому что... Ну, даже вот смотри. Такой интересный момент. Я на лекции, кстати, тоже о нем говорю. Вот ты знаешь, что Дэдпул это первый персонаж мира комиксов, вообще вселенной комиксов, который пансексуален. А пан это что? Это значит, ему вообще все равно. То есть, не мужчина, женщина, коза, там... Этот... Гуманоид, не гуманоид. Индифферентны к сексуальности партнера. Во-первых. А во-вторых, вот... Что они смогли показать в фильме? Вот что я с сыном объясняю? Посмотрели с ним фильм Дэдпул? Да? Поржали. А потом у нас был разговор. Говорю, а кто он? Вот он герой, не герой? Говорю, конечно, герой, он такой крутой. Говорю, ничего себе крутой. 800 человек убил в фильме. Своего друга в конце застрелил. Спросил, как жена, и потом застрелил. Как жена, как дети. Нормально. Ведь он не добрый, не хороший. Он убийца. Причем, это один из первых персонажей комиксов, если не первый, который убивает не из удовольствия, как Джокер, например. Джокер, это преступник, который убивает из удовольствия, из-за веселья. А он убивает просто так. Потому что ему все равно, живой или мертвый. Это же крутейший образ героя, который может быть транспортирован и в литературу тоже. Просто в комиксе его проще показать. Слушай, ну это уже какая-то божественная суть, что ли, да? Нет, хорошо. Что он не хороший, не плохой, а он абсолютный какой-то... Нет, он не злой, не добро в чистом виде. Потому что в мире, в реальном мире, добра... Возьмем, да, хорошо, возьмем Бэтмена. Мне очень нравится герой Бэтмен. Хороший он. Я тоже не знаю. Он 28 человек убил гонять за Джокером только в последнем фильме. А у них же жены, дети. Понимаешь? При этом, что интересно, это персонаж... Вот он там кучу серий гонится за Джокером. В комиксах. Хочешь сказать, извиняюсь, а можно ругаться матом? У нас 18-й стоит там. Да, конечно. Сука, убей его уже, убей. Нет. Я убью всех его приспешников, его жену, детей, маму, а его я поймаю, посажу в тюрьму. Что, мучился? Да, потому что этот мстительный ублюдок такой же Бэтмен. Понимаешь? И непонятно, кто из них... У него травмы были. Он на литературе классическое обчитался. И понимаешь? И вот эта классическая литература, она засунута в эти комиксы, в этих героев. Засунута туда. Она вообще началась с маски. Был такой персонаж там. Есть книга, называется Эра супергероев, которую написал Стогов. Это книга о зарождении комикс-культуры. Потрясающая. Она небольшая, можно сравнить 100. Потрясающая. 100, как Илья, который? Да. Она описывает Стэна Ли, его брата, она описывает вообще вот все это. DC, Marvel. И это очень круто. Стэн Ли вообще хотел покончить с собой. Он готовился к самоубийству. У него жена умерла, по-моему, молодой он был, 27 или 30 лет. А потом они продали, извиняюсь, охерри арт экземпляра Человека-паука. Потому что каждый увидел в нем себя. Студент, две работы, учеба и суперсила. Всего-то ничего, паук укусил. Какое счастье. А фраза из людей Икс, там была такая фраза в комиксе, она звучала так. Бобби, а ты пробовал не быть мутантом? Так вот, после этой фразы Америка вообще встала на дыбы, потому что все меньшинства Америки, начиная от пид, извиняюсь, от гомосексуалистов и заканчивая неграми, черными, и заканчивая чернокожими, подумали, что это про них. Что он имел в виду именно их. А ты пробовал не быть скомосексуалистом, ты пробовал не быть негром, ты пробовал не быть проповедником Вуду. Все они подумали, ничего себе, чувак нас поддерживает. А фраза-то всего ничего, Бобби, ты пробовал не быть мутантом? Думал ли об этом Стэн Ли? Вот неизвестно. Вот я тоже об этом думаю, думал ли об этом или нет. Впоследствии, конечно, думал. Но вот вообще Люди Икс, это же история великого противостояния. Об этом есть книга у Стругацких даже. Она называется, одна из самых сложных их книг, «Волны гасят ветер». эта книга о том, как у человека нашли некую зубец в нервной системе, если дать ему энергию, этому зубцу, человек становится сверхчеловеком. Они их называли метагом, по-моему, суперчеловек. И книга о том, что переживет ли человечество вот этот раскол. Один на миллион. Слушай, так это вообще как это, сверхчеловек, сверхчеловек в плане, новая раса. Да, новая раса. При этом оставаясь человеком. И там идет диалог между сверхчеловеком и обычным. Он говорит, а это раскол? Он говорит, да, это раскол. Почему? Потому что, говорит, вы нам даже не интересны. То есть, вот при инициации этого зубца человек становится как ребенок и взрослый. Когда я это прочитал, ты не подумал, что Стругацкие написали это про меня? Нет. Я долго искал зубец. В зеркале искал зубец, да. И поэтому, а люди Икс, это же о том же. Вот есть люди, обладающие сверхвозможностями. Да, это приводит к расколу. Слушай, то есть, у тебя, как это называется? Города, страны, авторы. То есть, у тебя вся мировая литература вот так вот, правильно? Ты же не делишь это. Это я читаю, это я не читаю. Нет, я могу сказать, это великое, это говно. Я тебе могу сказать, я с большим трудом, как бы это ни звучало сексистически, читаю женщину. Вот если мне дать книгу, я сразу скажу, это писала женщина. Ее фиолетовые, вот это вот описание цветов, запахов. Я мгновенно почувствую, писал это женщина или нет. Я один раз читал какого-то там узбек, калашников, убийца, и сказал, это писала женщина. Мне сказали, нет, выяснилось, что это писала женщина под псевдонимом, вот этим псевдонимом. Она даже специально уделяла больше внимания описанию оружия в своей книге, чтобы казалось... Но она так описывала оружие, чтобы было понятно, Но она так его описывала, что хотелось Калашникова в конце абзаца лизнуть, понимаешь? И выяснилось, что это женщина. Я с трудом читаю женщин, вот это сложное описание для меня эмоций, но вот Макс Фрай я читаю с удовольствием. Слушай, а чтение, погружение, как бы это быстро у тебя происходит? Вообще, в самолете. Это то же самое, что... Вы знаете, я чтобы прочесть книгу, мне уже угорела свеча, играла тихая музыка, и блондинка обязательно в красных трусиках на заднем плане танцевала при рассвете. Нет. Я могу в пробке встать, открыть книгу, переключиться и прочитать там 30 страниц, пока мне не позвонили кто-то, я там не начал орать и бить со головы об руль. Вот я... Ты, как сказать, предопределил мой ответ. Если я тебя выдерну здесь чтение, ты спокойный какой-то? Ну, я могу, я могу, вот сейчас я скажу, если я понимаю, что это не очень важно, и что мне час больше нужнее прочитать, я сброшу. Если я понимаю, что вот сейчас нужно включиться, я включусь. То есть это зависит именно от входящего. Это зависит от ситуации, вот реально зависит от ситуации, да. В самолете я всегда читаю почти. В самолете, в Сапсане я почти всегда читаю. То есть не поговорить с тобой ни в самолете... Нет, если я лечу с кем-то, то, конечно, там, но если... Ну, вот тут с сыном летели, и оба мы так... Побольше если летаю один, но если лечу с кем-то, надо поговорить, я, конечно, поговорю. Но предпочту, конечно, почитать. Вообще, в разговоре со многими людьми я через какое-то время почитаю. Я бы почитал, да. Я даже думал какой-нибудь сделать сигнал, давать, типа, не знаю, ну там... Загорел же текст, пожалуй. Бегущая строка. Мелатонин подбрасывать еду им в самолете, чтобы... Обрубалый? Да. Сегодня у Александра лекция, правильно? Ну, а поскольку у вас же оффлайн, по-моему, нет? Да, нет, не об этом. Что ты сейчас поумничаешь на лекции? Нет, я надеюсь, что я тебя разогрел, ты дашь копоти, и у тебя, в следующий раз проводи сразу в этом буквоеде лекции, чтобы люди покупали насильно книги и... Я вообще считаю, что нужно, ну, то есть, это атовизм бумажной литературы. Прошу прощения, конечно, но это атовизм. Ну, тогда, а ты им, как вы говорите, там, у вас задание домашнее прочитать и девушек рассылку, да. Не, я пишу там раз в неделю в две списки книг, которые я советую, а люди... Вот я могу сказать так, я читаю лекции, там, например, вот я читал лекции в Москве год назад и два года назад. Пришло много одних и тех же людей. Так они ничего не прочли. Не поняли просто с первого раза. Да, они либо с первого... Они ждали год, типа, мы что-то не припоминаем, подождем сейчас год, он снова расскажет. А они многие... Я спросил, кто уже прочел? Так я так могу... Я лекцию почти не меняю год от года, потому что людям наплевать. Может, пора уже брать деньги за нее, то есть, что-то фри-фри у тебя. А с чего ты взял? Может быть, я там в конце шапку пускаю. А может быть, это обман тоже. Да, фри-фри. К сожалению, фри-фри. Фри-фри. Нет, просто напишешь книгу. Я вот тебе говорю, я пытался, но на четвертой странице все погибают. До этого все думали, что так нельзя писать, но появился Мартин, да? Всех убивают главных героев. Да, но они умирают пять сезонов, уже восемь. А по книге пять книг и восемь сезонов. И еще не все умерли. Потому что продал права телекомпании, и она ему не позволит убить. Я начал читать, когда он еще не продал, и я к третьему тому думаю, вот страна, а кто будет... Если еще думал, я видел, еще есть два тома, а кто в них будет? Ведь почти все умерли. Я говорю, думаю, это вообще дожрут там где-то. Этот умирает в лесу, и все. Нет? Будешь книгу писать? Я каждый день себе говорю, пора. Может быть, я по натуре не... Как это было? Не писатель? Не писатель. Может быть, я по натуре критик, как вот Белинский. Он же сам не писал книги, по-моему. Ну, в основном писал о том, как надо писать. Да, вот я, может быть, буду всех учить. Это же сейчас, знаешь, тоже крутая тема. Сам я не умею, но я могу учить. Поэтому я буду вести курсы, как быть счастливым. И на этой великолепной ноте мы благодарим Александра за оказанное внимание. Да, спасибо вам, что пригласили. Это всегда большая честь для меня. Спасибо. Сарказм. Кабучки закрываются. Вот так еще надо, друзья. Спасибо. Сарказм. 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 Сарказм.